Всем привет! Вы на канале Креагент Фокс. В этом видео я вам покажу и расскажу как можно построить прекрасную и удобную теплицу у себя на базе. Не буду тянуть дилофазавры за хвост и сразу приступаю к постройке. Я буду использовать металлические фундаменты, потому что могу себе это позволить. Ну а вы же можете использовать любые фундаменты которые у вас имеются. Всего я взял 12 штук и размещаю их 3 на 4. Вот такого размера будет у меня теплица. Не очень большая, но очень удобная. Теперь для удобства можно поставить металлическую раму и можно заняться размещением стеклянных построек. Как раз таки с помощью стеклянных построек в теплице будет образовываться парниковый эффект, который ускоряет рост овощей, а также продлевает действие удобрения. Вот таким образом в один уровень я размещаю стеклянные стены и теперь по центру можно поставить стены на второй уровень. Теплица будет не очень большая, но она будет очень удобная. Также я поставил эту теплицу недалеко от водоема, потому что потом я буду проводить воду. Теперь можно поставить скошенные уголки по краям и можно заняться установкой крыши. Я ставлю скошенные стены и на самом верху я буду ставить стеклянные перекрытия. В принципе все. Вот такая будет теплица. Основную работу я уже сделал. Остается только поставить дверь и подвести к ней воду. Поскольку моя теплица находится далеко от водоема, то я просто ставлю трубу водозабор. Теперь я ставлю трубу вертикальную и к ней уже подключаю трубы разветвителей. Я их называю крестики. Всего я буду использовать три штуки для того, чтобы как раз хватило до середины теплицы. Вот таким образом я размещаю эти крестики и теперь можно ставить краны. Как только вы поставите краны, у вас сразу же появится в теплице вода. Ну и после этого можно заниматься уже установкой грядок. Я буду использовать именно большие грядки, потому что в больших грядках помещается больше всего овощей. Ну а также если у вас есть желание, вы можете в больших грядках себе вырастить растение икс, а также другие редкие растения, которые иногда попадаются в магазинах. Вот так в принципе все уже готово. Остается только закинуть туда семена и закинуть удобрение. Также я ставлю перила для красоты. Ну и в дальнейшем вы можете поставить в этих местах ящики для компоста, чтобы у вас перерабатывалось удобрение. Я же буду для удобрения использовать обычные какашки. Поэтому я просто закидываю в грядки семена, которые не нужны и закидываю туда удобрение. Теперь остается немножко подождать и спустя какое-то время в этих грядках у вас появятся растения. В принципе больше ничего здесь хорошего я вам не скажу. Теплица получилась, все работает. Как видите растения уже начинают появляться и благодаря парниковому эффекту они там будут очень быстро у вас расти. Вот такое получилось видео. Спасибо вам за просмотр. Если оно вам было полезным, то напишите в комментариях. Ну а если не было полезным, можете поставить лайк. Поэтому до свидания и до новых встреч.